Следующий вопрос. Произнесение азана и икамы тому, кто читает намаз у себя дома. То есть, допустим, человек болен и не пошел в мечеть на джема'а, и читает у себя дома намаз. Зухар, например. Должен ли он дать азан дома и икаму? Имеется в виду, у себя можете подписать, в том случае, если азан дали в мечети, так что люди услышали азан в этой местности. То есть, ответственность за произнесение азана спала с людей. Так, люди услышали азан, все нормально, то есть, все пошли на намаз. Он сам, если один дома читает, должен ли он давать азан и икаму или нет? Вот это вопрос. Говорит Фиазель Масаля Акуалюн. В этом вопросе есть несколько мнений, точнее, четыре мнения. Аль-Ауаль, первое мнение, южзи у азану мисар, у икама тугу. То, что этот человек не должен произвести азана и икамы дома, и достаточно ему того азана и той икамы, которую дали в мечети этой деревни или этого города, то есть, этого населенного пункта. И этого первого мнения придерживался муджахид, а также шааби, а также нахай, а также икрема, имам Ахмад, у асхабы раи, то есть, ханафиты. А если даст азан и икаму, то хорошо. То есть, благое дело, награду получит. Ас-Сани, второе мнение, тугзи у аликама. То есть, икаму может не произносить. Икаму может не произносить. Азан должен произнести. И это мнение Мама Малика, а также Хасана Аль-Басри, а также Мухаммада Ибн Сирина. И Мухаммад Ибн Сирин сказал, инша Акама. Если хочет, и икаму тоже может дать. Это сказал Ибн Сирин, а также Хасана Аль-Басри. Третье мнение, тугзи у аликама, илла фельсаджир. То есть, поэт, давайте так. Второе мнение, я неправильно так разъяснил. Тугзи у аликама имеет в виду, что ему достаточно сказать только икаму. Ему достаточно сказать только икаму. И не обязательно говорить азан. Не обязательно говорить азан. То есть, азана достаточно того, который сказан в местности, а икаму все равно он должен сказать. Понятно или нет? Первое мнение какое в вопросе, то, что может не давать ни азан, ни икаму дома. Сразу встать, так бир сделать и намаз читать. Второе мнение, то, что должен Икаму сказать. И ему достаточно, азан не обязательно. Это второе мнение. Третье мнение. Тоже третье мнение, как второе. То есть, достаточно ему сказать только Икаму, и азан говорить не обязательно, кроме намаза Фаджир. На Фаджир должен дать и азан, и икаму. Этого мнения придерживался Мухаммад Ибн Сирин и Нахаи. И четвертое мнение. То, что обязан человек, даже если читает намаз дома, дать и азан, и икаму. Более того, если не дал азан или икаму, должен намаз совершить заново. Говорит, что уйззиу аль икама. А некоторые сказали из сторонников этого мнения, что ладно, если азан не дал, то намаз действительный. Так, достаточно сказать икаму. Достаточно сказать икаму. То есть, какая разница между вторым и четвертым мнением. И второе мнение, четвертое, говорит то, что обязан сказать икаму. А какая разница между этими мнениями. Разница в том, что второе мнение говорит, если ты икаму не скажешь, возьмешь грех, но намаз действитен. А четвертое мнение какое? То, что если ты икаму не скажешь, ты не только возьмешь грех, но и намаз твой недействитен, который ты прочитаешь без икама. И должен его совершить заново, сказав перед ним икаму. Понятная разница между вторым и четвертым мнением. И это мнение Ата ибн Аберабаха. Говорит Ибн Аберабаха. Мне больше нравится, чтобы человек дал азан дома. И дал икаму тоже, если он читает один. И достаточно ему будет, если он даст только икаму, без азана. И даже если без азана и без икама прочитает намаз, то не должен совершать намаз заново. Сказал имам Новой в книге Шарху Муслим. Большинство праведных предков из первых и последних поколений считают то, что икама, для того, кто читает намаз дома один, является сунной. То есть является желательным действием. То есть недостаточно ему того, что икама дали в мечети его населенного пункта. Надо дать икаму заново. То есть это для него является желателем сунной. Не имеется в виду, что они считали, что намаз недействительный. Так или нет? Просто имеется в виду, недостаточно ему икама в мечети. Имеется в виду, он должен дать икаму еще раз. Но если не даст, то намаз действительно. И разошлись во мнениях относительно азаны. Азана на этом закончат слова имама Новой. Культу говорит шейх Мухаммад Хизам. То, что выбрал Ибн Музер, мы выбираем. Не хадис Малик Ибн Хуэрих, а лазис Ильбаб. Из-за хадиса Малик Ибн Хуэриса, который у нас есть в главе. Затем шейх Мухаммад Хизам поменял свое мнение. Так, поменял свое мнение. И сказал то, что окончательное мнение в вопросе. То, что если в какой-то местности дали азан и дали икаму в мечети. Так что люди это слышали. То есть слышали они азан. И все извещены о наступлении времени намаза. То не является ему желателем давать азан дома. Так, то ближе к сунни, что дома уже азан давать не надо. Так или нет? Почему? Потому что смысл азана объявить людям, что наступило время намаза. Если он дома один. Или даже если он с семьей. Но все его домочадцы слышали азан и то, что время зашло. То есть не остается смысла от этого азана. Так или нет? Поэтому лучше, то есть более правильно мне иксунни, то, что в этом случае азан он уже давать не должен. Так? То есть лучше его не давать. Но что касается икама, то ее дать нужно. То ее дать нужно относительно него нам. Желательно дать ему икама. Но тоже не является обязательным. Так как в мечети уже икаму дали. Понятно ли? В мечети дали. А для него не обязательно. А является не обязательно. Таид. Поехали. Таид. Таид. Продолжение следует...